14 место в рейтинге субъектов России по социально-экономическому развитию. Для 33 региона показатель успешный, считают депутаты ЗАГС Собрания. Только за последние годы бюджет области увеличился на 15 миллиардов рублей. И сегодня составляет больше 50 миллиардов. На внеочередном заседании народные избранники обсудили, на что в первую очередь стоит потратить средства из резервного фонда президента. Дополнительные 80 миллионов рублей, поступившие в казну. Половина этой суммы пойдет на закупку компьютерного томографа в городскую больницу Гусь-Хрустального. 28 миллионов на техническое оснащение областной библиотеки, Центра классической музыки и детской музыкальной школы имени Танеева. Новым приоритетом бюджетной политики депутаты называют и спортивную отрасль. 10 миллионов рублей уже готовят на оборудование спортивных школ Владимира, а также школы по плаванию в Коврове. Кстати, для юных спортсменов закупят и транспорт. Для обеспечения наших команд, в том числе и детских команд, для участия в спортивных соревнованиях. То есть это тоже одна из проблем. Часто родители жалуются, что за свой счет приходится оплачивать участие детей в поездки детей. Мы рассчитываем, что частично эта проблема тоже у нас в следующем году за счет этих денежных средств будет решена. Одним из главных успешных показателей бюджетной политики в уходящем году депутаты ЗАГС Собрания считают уверенное сокращение дефицита бюджета. На сегодня он составляет 4,7%. Уменьшать дефицит планируется и дальше, в том числе за счет поддержки Минфина. Значимым изменением областного бюджета, наряду с сокращением дефицита, является и замещение источников финансирования этого дефицита. То есть частично у нас предусмотрено замещение коммерческих кредитов бюджетными кредитами, которые Минфин выделяет на льготных условиях для регионов. Сэкономленные деньги опять же пойдут на благо населения, а именно на обеспечение льготников лекарствами. Вся экономия, а эта экономия в сумме 145 миллионов рублей, принято решение. Мы поддерживаем это решение, которое сформировано в поправке. Направляем также на лекарственное обеспечение населения Владимирской области. Таким образом проблема с лекарственным обеспечением будет решена. Потребность будет практически на 100% обеспечена. В следующем году такая проблема больше не будет состоять, в первую очередь перед населением Владимирской области. Поделились депутаты и планами на будущий год. Одними из главных направлений бюджетной политики в 2018-м станет поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, которые занимаются инвалидами, как взрослыми, так и детьми. Потратиться придется и на дороги в городах области. Ремонтировать их будут, как сказали депутаты, за счет поступлений от топливных акцизов.